Продолжение следует... Продолжение следует... Актуальная система магистрской института обусловлена развитием отечественной и незаводвежной тактики финансового регулирования, выявлению его других составов и в последствии организма с учетом современной экономической ситуации в стране реальных проблем развития банковской системы России. Объектом исследования магистрской института обусловлена развитием отечественной и незаводвежной тактики финансовой института. Также об разработке рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования тех финансовых институтов Российской Федерации. Также для достижения цели были поставлены и реализованы задачи исследования, которые поставлены на слайде 4. То есть, во-первых, актуальная ноль государственного регулирования развития денежно-предитной системы, во-вторых, проанализирована эффективность государственного регулирования третьих поединенных проблем, во-вторых, проанализирована эффективность государственного регулирования развития денежно-предитного государственного регулирования. Специальная термическая рефература заключена для точки зрения исследований кредитно-финансовых институтов и определенного представлены на слайде 5. То есть, современная кредитная система – это самокупность различных кредитно-финансовых институтов, действующих в праве вписывания судно-предитов и осуществляющих как минимум, аформляцию и мобилизацию денежных правов. То есть, в кредитную систему реализуются с точностью и функцией кредита. Вообще, денежно-кредитная политика является важнейшим средством воздействия государства на хозяйственные процессы, осуществляющие институтальным банком. Денежно-кредитная политика представляет собой самокупность сентрализованно разработанных государственных мероприятий в области организации денежных и кредитных отношений, направленных, во-первых, на укрепление устойчивости национальной валюты, также на борьбу с инфляцией и на воздействие через денежный оборот на воспроизводственные процессы. В процессе реализации денежно-кредитных способов регулирования экономики естественно переключаются прямые, то есть структурные, экономические и посленные, беструктурные методы регулирования денежно-кредитной политики. К методам административным относятся нормативы, то есть это, например, норматив ликвидности, резервный норматив. К методам экономическим относятся методы, которые оказывают непосредственно экономическое воздействие на объект. К таким методам относятся, например, целевое кредитование, а также прямой контроль за установлением уровня кредитных статусов. И в ходе исследования сделаем вывод, что денежно-кредитная политика государства должна быть оправлена прежде всего на обеспечение устойчивого денежного обращения, непосредственно связанного с нужными процессами воспроизводства на основе устойчивой национальной валюты и стабильности цен. С данным с переходной экономикой эти цели заполняются предначенные формирования национальной банковской системы, инфляции, инфляции для физиковой бюджета, а также создание финансовых условий дохода из кризиса. В ходе исследования также были объединены функции государственного управления денежно-кредитной политики. Для реализации денежно-кредитной политики Центральный банк использует кредитно-финансовый институт. Их схема представлена на слайде 8. То есть кредитную схему можно подразделить на банковскую систему и на не банковские кредитные учреждения. К банковской системе относится, например, Центральный банк и коммерческие банки. А не банковская кредитная система, это уже остальные кредитные союзы, допустим, кредитные кооперативы и так далее. Цель кредитно-финансовой системы России это совершенствование правового регулирования с целью создания благоприятных условий формирования конкретно способного финансового рынка в Российской Федерации. Также в ходе исследования проведена оценка разработанных рекомендаций регулирования финансовой системы. Основным направлением государственного регулирования можно отнести политику Центрального банка по отношению к кредитным учреждениям. Также это новая политика государства, участие государства в действительности кредитных учреждений и законодательное регулирование деятельности финансовых институтов. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов это один из важнейших элементов развития и формирования финансового рынка России. И основные направления государственного регулирования представлены на слайде 10. И как результат исследования можно выделить направление совершенствования государственного регулирования деятельности кредитных финансовых институтов. Во-первых, для того же стечения государственного регулирования контроля над операциями на финансовом рынке. В частности, над формированием задолженности государственных компаний, над движением капиталов, на демиссии финансовых институтов. Во-вторых, следует расширить государственное регулирование функций центрального банка, связанных с контролем над коммерческими банками. В-третьих, стоит начать использовать средства резервного фонда для цели финансирования долгосрочных инвестиционных проектов. И в-четвертых, необходимо рассмотреть возможность создания государственного регулирования инвестиционного банка для финансирования долгосрочных проектов в рамках государственных программ. В частности, основываясь на государственной частной транспортности. Спасибо вам за внимание. Дократное решение. Спасибо. Возникает вопрос. Первый вопрос. Вы знаете ли вы про инвестиционные банки и цель задать роль инвестиционной деятельности на территории российской предприятии? Я думаю, что основная цель – это финансирование долгосрочных инвестиционных проектов. Я думаю, что директор именно денежно-активной политики достаточно вредит, потому что через инвестиционные банки и фото реализуются госпроекты. Эти mille, фото реализуются госпроекты. То высоко инвестиционные деятельности на территории наших обсуждений. Теперь такой вопрос. Пожалуйста, а в чем заключается регулирование, государственное регулирование банок для финансирования на территории организации, которая дает декорку по а потом, если вы помните, то есть разные телеки. Батки или вы? Это не банки, а разные организации, которые заказывают свои условия. Это малые... Это как-то есть банки, да? Да, есть. А есть, касательно регулирования, контакт, кстати, выключили деньги. А, скажите, да? Есть ли законодательная база, которая что-то позволяет, что-то запрещает? В любой деятельности у нас, они должны обладать различные предыдущие компании, которые должны вести деньги на соответствие законодательства. То есть, иметь законодательную базу, которая регулирует их деятельность, но нет определенной направленности, по которым они ведут свои деятельности. И, конечно, это не то, что же нужно будет согласиться. Есть еще вопросы? Нет? Так-как? Я хочу еще разыслать вам. Варья Амурадовна, вы не сютри ответственность за то, что у вас написано в описании, как можно выводить в середакции? Да. А почему нет? Подписи. А я вчера это сделала. Так, пожалуйста, напишите. Я не могу. Так, есть ли? Коллеги, прошу. Да, пожалуйста. Да, в качестве рецензия получена на магистрскую диссертацию. Рецензент. В качестве недочетов к магистрской диссертации следует отметить излишнюю детализацию функции Центрального банка России в вопрос о реализации эффективно-денедженной политики. Был бы интересен, на наш взгляд, сравнительный анализ деятельности банков государства СНГ по этой проблеме. Вот, оценку ставит хорошую. Да, и... Желаю ответить на вопрос. Да, вы согласны? Я отвечаю. Я отвечаю. Я отвечаю. Да, и руководитель тоже согласен с Эксензентом, ставит все по-хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо за счет и заканчиваем. Спасибо.